Привет, друзья! Я к вам впервые за долгое время не с новым героем в 1х6. Сегодня обновление более масштабное, с изменением многих общих механик, экономики, а также новым рейтинговым сезоном. Для тех, кто про 1х6 не слышал, это моя кастомная игра, в которой герои доты, обычные, сражаются кажу саму себя, побеждая тот, кто последний потеряет свою башню. У героев куча новых талантов и механик, а в таких видео я рассказываю про нововведения. Ну, начнем сразу с нового рейтингового сезона. Прошлый сезон, 4й, закончился. Ему было почти 2 года. Тем не менее, полного обнуления рейтинга не будет. Игроки с карты 0500 получат стартовые 400 ПТС, игроки с 500 тысяча — 500 ПТС, а все, у кого больше 1000 рейтинга, будут сброшены обратно до 1000. Но есть и пара отличий от прошлой рейтинговой системы. Теперь 1000 рейтинга — это ваше несгораемое число. Апнув эту цифру, вы больше не сможете опуститься ниже. Также я добавил промокод на 3000 осколков — 1000 ММР. Как вы догадались, его смогут активировать только те, у кого это 1000 ММР есть. Так что, удачи вам. И также немного поменялась формула распределения рейтинга при большом отрыве от среднего рейтинга в лобби. Она стала, можно сказать, помягче. Раньше, если ваш рейтинг намного больше, чем остальных в лобби, вы получали минимум 4 рейтинга за победу, теряли 87, играть было очень сложно. Сейчас просто цифры чуть сблизились. Максимум можно получить 12 рейтинга, а потерять максимум 67. Но, что более важно, система теперь работает и в обратную сторону. Победив в сложном для вас лобби, когда у вас меньше рейтинга, чем у остальных, вы получите больше рейтинга. Но проиграв, потеряете меньше. Точно такие же цифры, то есть максимум плюс 67 и минимум минус 12. Ну, давайте к изменениям в игре. Я буду рассказывать о самом важном. Прочитать весь патчноут с цифрами и подробностями можно в моем Телеграме, ссылку оставлю в описании. Здесь же выходит вообще вся информация по 1x6 в первую очередь. Время от времени я даже баню тех, кто на Телеграм не подписан. Так что лучше не рисковать. Ну, в общем, основная идея и цель этого обновления — убрать бесконечное количество нажимаемых предметов с патрульных крипов. Они занимали слоты, требовали перекладываний, иногда приходилось просто на пол их кидать. Ничего приятного. Поэтому все награды с патрульных крипов больше не являются предметами. Теперь это бафы, которые активируются сразу и действуют какое-то время. Больше никаких книжек. Убив патрульного крипа с наградой, вы получаете вот такой эффект. Когда вы перестанете получать и наносить урон патрульным крипам или героям, автоматически откроется выбор награды. На него дается всего 30 секунд. Как вы понимаете, многие старые награды требовали нажатия и отдельного предмета. Поэтому куча из них поменялась. Некоторые, конечно, похожи на старые, ну а некоторые совсем новые. В патруле первого разряда 5 возможных наград, как и раньше. Полностью прежней осталась синяя сфера. Работает так же, как и раньше, только теперь ее не нужно нажимать. Вы сразу получаете баф, который даст синюю сферу за убийство. Теперь этот эффект можно на будущее стакать. Так же почти не поменялся контракт. Он дает вам тот же самый вижен, но активируется сам на случайного героя. Вижен дается намного дольше, чем раньше. Но как бонус, вы получаете один заряд смока. Вместо старого одноразового медаса баф, который увеличивает все получаемое золото за лесных крипов. Вместо старых сентрии апсов теперь дается только один опс. А так же баф на 75 секунд, который позволяет раскрывать вражеские варды неподалеку. С его помощью вы сможете разбить максимум 3 апсерварда. Ну и совсем новый эффект, щиток. Выбор, когда у вас прям в игре все плохо. Вы получаете щит, чем больше раундов в игре прошло, тем больше его прочность. А если вы умрете за 90 секунд, щит обновится, и 90 секунд пойдут заново. В патруле второго разряда теперь тоже 5 наград, вместо 6. И поэтому теперь вы выбираете из двух вариантов, как и в первом разряде, вместо трех как раньше. Нетронутыми остались только крылья. Они кидаются на вас моментально, как и синяя сфера первого разряда, и их можно стакать. Но у срабатывания есть кд 3 минуты. Также похож на старую версию некрономикон. Но теперь некра вызываются на всех игроков. Кроме вас, конечно. Но что более важно, некра теперь дамажит башню процентно, и получает от нее тоже процентный урон. Таким образом, некра страшны на любой стадии, а не только в лейте. Если противник их не задефает, башня потеряет чуть ли не пол хп. И остались 3 полностью новые награды. А именно, баф на 2 минуты, который увеличивает весь наносимый урон, и снижает весь получаемый урон. Работает и на дуэлях, но в финальной дуэли, конечно, сбрасывается. Старый фортифайр, который работает совсем по-новому. Дает вашим постройкам щиты, которые поглощают фиксированное количество ударов от героев. Пока щиты активны, атаки башни накладывают привязку и замедление. Против прыгающих сплитпушящих героев самое то. И амулет. Переехал из первого тира во второй тир. Он дает вам баф на полторы минуты, под которым ваш телепорт можно нажимать куда угодно, а его кд снижается до 10 секунд. После тп вы получаете короткое бкб и ускорение. В общем, вы по факту становитесь фурионом. Это были 5 наград второго тира. Как вы могли заметить, исчезли ключевые айтемы, гаджет и гем. Не переживайте, они в игре остались, просто в других местах. Так мы и добрались до Терзателя. Терзатель — это продолжение системы патрульных крипов. Он, а точнее они, появляются первый раз на 12 волне и заменяют собой патруль на этой волне. Место их спавна в центре светлой и темной половины. После 12 волны Терзатели будут появляться вместо патруля каждую третью волну. То есть 15, 18, 21 и так далее. Тот, кто добил Терзателя, получает по канону Аганим Шард. Ну или 500 голды, если у вас уже есть Шард. А также наш старый добрый гем. Причем, что нынче редкость, видишь шмотки. Вы можете его сохранить и нажать когда угодно, в отличие от патрульных наград. Гем этот не такой, как раньше. Он дает вижен на героев не глобально, а в очень большом радиусе. Зато при каждом келе вы полностью будете восстанавливать хп и ману, как старый патрульный рефрешер, которого больше нет. Благодаря тому, что гем это все еще айтем, его можно скомбинировать с сильными эффектами с патруля. Например, с бафом на урон или с глобальным телепортом. Также гемов теперь очевидно в игре меньше, чем раньше. Раньше их можно было получить за дуэли, за патрули. Вы не знали, кто этот гем умеет. В итоге все бегали по карте с мопхаком. Больше такого не будет. Гем это ценный ресурс. Как собственно Терзателя убивать? В целом механика похожа на обычную доту. Есть щит, который возвращает урон. В доте он полный и делится между всеми, кто рядом с Терзателем. Здесь же урон только 40% от получаемого, но он не делится. Контроль ЦБКБ и активка из полбрейкера. Но что более важно, есть метка Терзателя. Его получает тот, кто первый нанесет Терзателю урон. При наличии метки вы получаете от него в 2 раза меньше урона, то есть всего 20%. Также, когда щит Терзателя теряет половину прочности, он всех оглушит на 2 секунды, кроме игрока с меткой. В общем, тот, кто первый на дамажил Терзателя, имеет сильное преимущество. По нему меньше дэмэджа, и еще на него стан не сработает. Другим игрокам нужно по-хорошему прогнать или убить этого героя. Тогда метку сможет получить другой игрок. Окей, с гемом разобрались. А что по гаджету? Как вы, думаю, догадались, гаджет теперь это награда исключительно за дуэли. Книжек патрульных больше нет, так что победитель всегда получает гаджет. Но предмет не работает как раньше. Теперь у него есть 2 разные функции. Его можно кинуть на вражескую базу, и он будет как старый эффект, то есть постройки не будут работать и будут получать больше урона. Длительность эффекта зависит от номера волны, так что пойти и сломать кого-то прямо на 12 волне не получится, гаджет будет короткий. Но также теперь гаджет можно кинуть и на свою базу. Тогда он похилит шрайны и тавер, а также увеличит атакс пи тавера и добавит ему сплэш на 2 дополнительные цели. Чем-то похоже на старый фортик, только без снижения урона. Но самое главное, гаджеты друг друга отменяют. Вы можете своим гаджетом отменить гаджет противника, и это его основная защитная функция. Кидать его ради бафа тавера тоже, конечно, можно, например, чтобы некров задефать или крипов обычных, но в первую очередь это диспелл вражеского гаджета. Как и в случае с гемами, гаджетов стало намного меньше, всего лишь за каждую дуэль, то есть каждый второй раунд. Теперь это тоже ценный ресурс. Зажав альт, вы можете посмотреть текущее количество гаджетов у всех горков в игре. А еще, когда кто-то вязает гаджет, все получают опровещание. Итак, с наградами за патрули, дуэли и терзателя разобрались. Теперь экономика. Во-первых, самое важное. Мне не нравится, как сильно разгоняются герои к лейту. Слишком много всего. Поэтому формула получения синих и эпиков изменена. Если в двух словах, синие сферы теперь проще получить в начале. Зато чем больше синих, тем сложнее будет их добывать. А эпики теперь начинают требовать намного больше киллов после трех сфер. Более того, снос башни может дать только один эпик за игру. Остальные тавера будут давать только синюю сферу. Таким образом, талантов в лейте станет меньше. Плюс меньше отрыва богатых от бедных. Более того, нейтральные шмотки пятого разряда теперь падают позже, после второго босса. Это на 6 минут позже, чем раньше. Что тоже снизит набор силы героя в лейте. Во-вторых, из-за терзателя все съехало на одну волну. Теперь дуэли начинаются на 12 раунде вместо 13. Ну и собственно сразу после первой дуэли будет терзатель. Это означает, что дуэли теперь на четных раундах. 12, 14, 16 и так далее. И поэтому второй босс, который раньше был на четной 22 волне, должен поехать на одну волну раньше. Так что теперь второй босс выходит на 21 волне. Так же и катапульты выезжают на одну волну раньше. 17 и 19. А еще, кстати, личи варлок снова возвращаются на позицию боссов. И теперь они вместе с Эникмой могут выходить в случайном порядке. В-третьих, метка и так называемые бонусы бомжей. Метка теперь только одна за игру, но срабатывает гарантированно. То есть отрыв первого места Пентворца от второго больше не важен. В случайный момент времени с 13 по 17 минуту сработает метка на самого богатого. В целом все как и раньше, только бонусный урон поменьше по цели метки, а еще Фурион больше не сможет летать по всей карте. Бонусы отстающим же теперь падают только два раза вместо трех. Все-таки у нас метка гарантированная. Золото с них теперь зависит от номера волны. От 720 до 1170 золота. В общем, меньше таланта в концу игры и гарантированная метка. Это главное, что нужно знать. Ну и остались всякие приятные мелочи. Например, теперь над смотрителями показывается иконка того, кто его захватил. Съедаемый ботинок удален. Теперь это делают травола второго уровня. Покупная асфера стала намного дешевле. В общем, все это вы можете посмотреть в Телеграме по ссылке в описании. Ну а у меня все. Желаю вам успехов в новом рейтинговом сезоне. Не забывайте про промокод на 3000 осколков. Я к вам вернусь через пару недель с новым героем. А на сегодня я с вами прощаюсь. Большое спасибо за просмотр и удачи.